Всем привет! Такое промежуточное включение. Я хотела показать, что с моим платьем Хейвард. Вот, оно немножко видоизменилось. И так мне гораздо комфортнее. Я вставлю фотографию или видео, что найду вот здесь. И вы посмотрите, как было до и что случилось после. До был не обработанный край просто. И была довольно-таки широкая горловина. Мне не нравилось, что лямочки от бюстгальтера постоянно видны. Это смотрится не очень аккуратно. И, в общем, мне не нравится, как это смотрелось. Хотя, да, если рассматривать то, что это был Хейвард, и вообще, как смотрится Хейвард укороченный. Ну, в смысле, не платье, свитер, да, джемпер и вообще платье. Мне нравится, когда вот такая горловина широкая. Но у меня, видимо, слишком широкая она была. Поэтому я решила ее видоизменить немножко. И платье, я считаю, что ни капли от этого не проиграло. Мне нравится, что оно теперь смотрится именно вот таким законченным. Законченный вид у него такой. Около двух с половиной сантиметров я в высоту довязала резиночкой 2х2. Вот. Я еще вставлю, как в полный рост это выглядит. Мне нравится. Моя работа, я думала, сделаю. Если не понравится, ну, всегда можно распустить эту кетлевку и все будет хорошо. Кстати, я делала видео, как раз когда вязала вот эту ложную кетлевку, сделала видео. Мастер-класс такой. Поэтому, кто еще не видел, кому нужно, переходите по ссылочке. Я тоже ее оставлю и внизу, и тоже выскочит ссылка. Так что, вот. Ну, очень просто и аккуратно. Не знаю. У всех, конечно, свое мнение. Мне девочки писали, что не нужно ничего делать. Но, правда, мне так гораздо удобнее. И я ношу это платье теперь прям с удовольствием. Еще, кстати, я постирала его в машинке. У меня же теперь стиральная машина. Вот. Я постирала его в машинке на обычном режиме. Там какой-то 45 хлопок. И мне очень понравилось, что получилось. Даже лучше, чем после ручной стирки. Оно прям как-то прям вот так вот собирается. Потому что руками все равно так не отожмешь интенсивно. И какое-то оно все равно такое рыхлое оставалось. А тут после стирки оно прям вот то, как мне надо. Кстати, у меня тут еще одна идея возникла. Все-таки нужно качество своего вязания, качество вязки повышать. В том смысле, что плотность вязания мне моя никогда не нравилась. Она слишком свободная. Я вяжу. И хочется над этим поработать. А с другой стороны, может быть, ну и это тоже хорошо пойдет на пользу натяжение нити, да, усиливать. А с другой стороны, может быть, просто спицы поменьше взять. Накупить спицы поменьше размером. Ну, тоже как вариант. Вот. Потому что часто то полотно, которое я хотела бы, чтобы оно было плотнее, оно почему-то вот такое более рыхлое. Ну, вот, как, например, это платье. Я бы хотела, чтобы оно было связано плотнее. Возможно, так, я здесь вязала тройкой, да, значит, двойкой надо было вязать. Или два с половиной миллиметра. А еще я хочу показать вам, что у меня получается со свитером с косами. Так, где-то теперь интересненько. Так, сейчас эту ниточку мы уберем. Вот у меня, в принципе, вот вся тушка связана. Горловина, плечи. Здесь я сделаю небольшой совсем скос. Не тот, который обычно я сейчас люблю и делаю на своих изделиях. Здесь прямо такой, ну, чуть-чуть скос. И более такая широкая горловина, потому что я хочу сделать тоже китлевку. Три косы впереди и сзади. Обычный узор. Ну, это путанка называется. Вообще, ну, во всех журналах, книгах, по которым я училась. То есть, в каждом ряду здесь идет переплетение. Не переплетение, а смена петли. Лицевая на изнаночную, изнаночная на лицевую. И коса из 12 петель 4х4х4 переплетается в каждом пятом ряду. Вот. Резиночка 2х2. Здесь тоже будет китлевка 2х2. И он получается коротким. Сейчас я постараюсь вам показать. Так вот. Вот он немножко такой укороченный. Но это с учетом того, что меринос растянется все равно. И должно сесть прям вот как мне надо. Единственное, что... Я же совсем не рассчитала. У меня 10 мотков было. Это Ализе, Мерина Роял. От Ализе, да? 10 мотков. В одном моточке 50 грамм и 100 метров. То есть, получается, на 100 грамм 200 метров. Ну, это... Я не знаю. Мне так удобнее переводить в 100 грамм. Вот. И, конечно же, это получается 500 грамм на 200 метров в каждом... В каждых 100 граммах. Но это однозначно на свитера не хватит. Однозначно прям. Почему я решила, что мне хватит? Не знаю. Это загадка из загадок. И, конечно же, у меня вот после вот этого всего у меня остается всего лишь 3 моточка. Один из них с легкостью идет на кетлевку сейчас, горловины. Ну, там, может быть, чу-чуточку останется. И у меня останется еще 2 мотка. А 2 мотка это... Ну, это вообще... Вот один моток это вот так вот, наверное, рукава. Вот, сантиметров 10. Короче, мне даже на один рукав не хватает. Ну, может, на один и хватит. 2,5 получается моточка. Вот. То есть мне нужно, ну, 3-4 мотка еще докупить, чтобы точно хватило на рукава. Очень много забирает косы. И ширина немаленькая у изделия. И оно уже такое тяжелое, знаете. Я, наверное, все-таки зря... Я сейчас думаю, начала эту модель именно из этой пряжи. Надо было взять что-то потоньше на него, на этот свитер. А этот вязать, не знаю, может, детям навязать чего-нибудь. Теперь задача, самое главное, это мне найти такую пряжу. И при этом я с двумя детьми... Ну, ладно. Выходим из зоны комфорта. Я найду магазинчики пряжи ближайшие и обзвоню, если такая пряжа. И тогда съезжу уже с детьми. Вот. Потому что заказывать 3-4 моточка где-то, это вообще смысла нет. Будет дороже за доставку. Придется поискать по магазинам. Но самое обидное, это то, что я уже начала мастер-класс и очень хотела его прям вот к 8 марта обязательно выпустить. Приурочить к 8 марта. Не знаю, успею ли. Буду стараться. Но если нет, я надеюсь, что он не уйдет у меня в долговяз. Потому что мне нравится, что получается. Я же его примеряю. Мне хочется его носить весной. Не знаю, посмотрим. Вот такая вот обида и досада. Ну, сама виновата. Не посчитала. Теперь откладываю его тогда. И буду вязать дочки джемпер. Или кардиган. Вот еще не знаю. Еще не решила. Буду смотреть, вдохновляться. В инстаграм, на пинтерест и на каких-нибудь сайтах детской одежды. Тоже интересно. Интересные иногда попадаются модели, которые хочется повторить. Вот такие вот у меня новости. И грустные, и хорошие новости. Когда заканчиваешь, именно ставишь точечку какую-то на вещь. И ты ощущаешь прям вот все. Такое успокоение. Вот это оно как раз. Платье пролежало год. Ну, как пролежало, я его, конечно, носила. Периодически. Но не с той любовью, с которой сейчас буду его носить. Вот. Мне очень нравится. Да, были открыты ключицы. Как-то оно, да, вот, может быть. Но мне вот, мне нравится. Самое главное, чтобы мне нравилось. Все, спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Как вы считаете, стоило, не стоило это все. И что делать с этим свитером. Может вообще распустить. Хотя нет, это глупая идея. Ладно. Все. Всего вам доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.